В этом видео вы узнаете, как дистанционно управлять видеосъемкой на айфоне с айпада через приложение Blackmagic. Если вы хотите максимально качественно снимать свой блог, то лучше всего использовать именно основную камеру телефона и управлять всеми настройками съемки с планшета. Это видео я тоже снимаю на свой iPhone 13 Pro и на экране планшета вижу все, что происходит. Давайте я вам, впрочем, покажу, как все это выглядит с моей стороны. Сейчас я включу камеру. Вот так все это выглядит. Мой айфон, на который идет сейчас съемка. И изображение с него транслируется на планшет в приложении Blackmagic. Я прекрасно вижу все настройки. У меня здесь есть и сетка, с помощью которой я ориентируюсь, где центр кадра. Могу нажимать на старт, стоп, вижу все настройки, свободное место и так далее. Очень даже удобно. И давайте подробно разберемся, как все это работает. Первое, что вам необходимо сделать, это обновить приложение Blackmagic до последней версии, а также подключить все устройства к одной Wi-Fi сети. Далее на планшете мы заходим в настройки и находим раздел дистанционного управления камерой. Активируем эту функцию и переходим в настройку выбора роли этого айпада. То есть мы определяем, этот айпад будет камерой или же контроллером для камеры. Я выбираю именно роль контроллера, потому что камерой для съемки у меня является айфон. У нас есть возможность запустить съемку всех подключенных телефонов с планшета, если у вас их несколько штук. Также рекомендую включать настройку затемнения экрана на телефоне при запуске съемки, чтобы сэкономить его заряд. Теперь мы возвращаемся в раздел камера и видим, что у нас появился вот такой значок. Далее мы запускаем приложение Blackmagic на телефоне и также находим раздел дистанционного управления. Активируем его, но здесь уже выбираем пункт Remote Camera. Мы можем дать название данному телефону, по умолчанию это камера А. Также мы устанавливаем пароль, который нам потом нужно будет ввести на планшете. Данный пароль мы вводим только один раз при первом подключении. Теперь на планшете нажимаем на вот этот значок и видим, что во втором окошке у нас есть возможность активировать управление айфоном. Включаем это. Далее просто нажимаем в пустом месте на экране планшета и у нас появляется картинка с телефона. Я могу выставить ракурс съемки, я могу менять выдержку, частоту кадров, ISO, баланс белого. Можно увидеть уровни громкости, свободное место и другие параметры. Также можно зайти в меню и переключать разрешение видео, кодеки и все остальные параметры. И конечно мы можем запустить съемку с планшета, тогда видео будет записываться в телефон. Кстати, если вы подключите еще один или несколько айфонов, то они также отобразятся в этом окошке и вы можете выбирать, какие из них будут транслировать картинку. По сути, вы можете организовать многокамерную дистанционную съемку, например, для записи подкастов, интервью или различных мероприятий, что конечно очень здорово. Если вы хотите снимать профессиональные видео для YouTube, вовлекающие контент для социальных сетей или рекламные ролики для вашего бизнеса, все что вам нужно это смартфон. Даже это видео я снимаю на iPhone 13 Pro и вы можете научиться снимать также благодаря моему новому курсу Pro Video Blogger. За короткий срок вы узнаете все необходимое об оборудовании, о профессиональных настройках камеры, как работать с освещением, какие движения использовать в видео, бесплатные приложения для монтажа и секретные приемы создания разнообразного контента. И это только часть полезных материалов, которые доступны в курсе. Нажмите на ссылочку под этим видео, чтобы узнать больше информации. Теперь давайте рассмотрим дополнительные возможности. Синхронизация записи означает, что мы можем запустить запись сразу всех подключенных телефонов. У нас есть еще две кнопки и, честно говоря, я не очень понял, зачем они нужны. Если вы знаете, что это такое, то напишите, пожалуйста, в комментарии. Также мы можем выключить изображение на планшете, при этом возможность управления всеми настройками все равно остается. Кстати, вот такую связку вы также можете сделать не только на яблочных девайсах, но и на Android-телефонах и на Android-планшетах. Единственное, что поддерживаются не все модели телефонов и планшетов. Подробнее о том, какие это модели, вы можете узнать на сайте Blackmagic. Вот большой минус вот этой вот связки в том, что при подключении нет возможности через планшет посмотреть отснятый материал. И, соответственно, вам нужно прерывать соединение, снимать телефон со штатива и потом ставить его обратно, что, конечно, неудобно. Также есть небольшая задержка в передаче картинки, причем она усиливается с увеличением расстояния. Но, в принципе, вот для таких целей, как съемка дома, вполне себе нормально и меня устраивает. В целом, мне нравится, как развивается данное приложение Blackmagic. Опять-таки напомню, что оно полностью бесплатное, его потихоньку адаптируют под разные Android-телефоны, добавляют новые функции и в целом прокачивают. Но если вы хотите еще больше узнать об этом приложении, то смотрите подробный обзор. В нем я рассказываю не только о всех функциях, но и показываю, как с ними работать в разных съемочных условиях. Как всегда, дерзайте и создавайте. Увидимся.